Господин Стакис, добрый день. Большое спасибо, что нашли время, чтобы с нами поговорить. Добрый день. Ваш поступок с заменой флага сначала красно-зеленого на белый-красно-белый вызвал такую очень одобрительную реакцию, даже восхищение среди сторонников перемен в Беларуси. Но вот среди тех, кто поддерживает Александра Лукашенко, наоборот, это вызвало резкое осуждение, они даже запускали там разные флешмобы и осуждали вас, писали разные гадости про вас. Вот вы думали про последствия, когда вы шли менять этот флаг, вы думали про последствия, которые могут быть в результате ваших действий? Знаете, в таких ситуациях нет протокола, как кто-то должен действовать. Я думаю, что на этот раз каждый должен просто выбрать свою сторону. Исследуемый, но жаждущий свободы народ или кровавый и неконтролируемый диктатор. Я свой выбор сделал. Это была главная моя мотивация. Вы знаете, в ответ, в принципе, на эти действия разгорелся, ну, можно даже сказать, такой дипломатический скандал. Беларусь выслала всех латвийских дипломатов из страны. Теперь можно предположить, что граждане Латвии в Беларуси остались без какой-то помощи, возможно, консульской или дипломатической. Вот вы не жалеете в результате этого поступки, что вы так сделали, и это вызвало такую реакцию, может быть, непропорциональную даже на ваши действия? Знаете, в этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, и просто получить удовольствие от хоккея, ну, для меня это просто было неприемлемо. И, знаете, я люблю хоккей, но спорт не должен использоваться для маскировки своих преступлений. Я понимаю, это скандал, и, наверное, будут какие-то негации, будут какие-то проблемы, но, знаете, без преувеличения могу сказать, что сейчас я получил десятки тысяч благодарственных писем со своего мира из-за того, что в Риге поднят бело-красный флаг свободной Беларуси. Сколько же больше благодарностей от любящих свободу беларусов получила бы и ИХФ, если бы допустила, если бы поступила так же и выразила свою поддержку беларускому народу. Это сложная ситуация. То есть в этих ситуациях мы должны принять правильное решение, но мы, политики, во-первых, должны принять решение, и решение наше должно быть, что мы защищаем людей, защищаем свободу. И Рига – это свободный город, мы свободные люди, любим независимость. Мы прошли через многое, и многое через то, что прошло в Беларуси последние годы. Я не мог делать иначе. Вы упомянули, что вы очень любите хоккей, но вот глава Федерации хоккея, как раз Рене Фазили, он вам сказал, что либо вы меняете флаг назад, либо снимаете флаг нашей Федерации. И для вас был вот этот момент? Вы задумывались, что делать дальше? Или решение пришло очень быстро? Мы не реагируем спонтанно. Это было бы неразумно с моей стороны. Мы думаем, что все шаги, которые мы делаем, мы делаем это ответственно. И позиция, которая в этой ситуации, не только моя позиция, это позиция моего государства, моего президента, как мы видим, позиция почти всей Евросоюза. Когда мы получили это письмо, и Рене Фазель, президент Международной Федерации хоккея, требуя снять белорусский флаг, мы просто поняли, что мы будем действовать так, как он говорит. Мы или поставим обратно красно-зеленый, или уберем ИХФ флаги. Мы решили сделать выбор, чтобы снять ИХФ, поскольку флаг тот, который красно-зеленый, он символ режима, который мы не поддерживаем. Как раз про события в Беларуси. Как вы относитесь к тому, что происходит в последний год в Беларуси? Кто для вас Александр Лукашенко? Моя позиция всегда будет в сторону свободы, демократии и свободных людей. Не может быть вообще никак другая позиция. Я поддерживал оппозицию Беларуси уже тогда, когда начались все события в Беларуси, и не менял просто свой взгляд, свое решение об этом ни один день, и даже находясь в этом посту. Вы тоже упоминали о письмах, которые вам шлют со всего мира, и с благодарностью. Но в то же время чиновники, государственные служащие в Беларуси, не знаю, по указке, может быть, сверху, то есть, может, это какой-то организованный властями флешмоб, но начали публиковать вчера в Фейсбуке все красно-зеленые флаги, писать разные, вот я уже поминал, плохие слова. И в сторону Латвии, в том числе, не только вашу. Вот как вы относитесь к таким хейтерам? Они же тоже навалились и на ваш инстаграм, я помню, там тоже очень много комментариев было негативных. Как вы на это все реагируете? Сначала должен сказать большое спасибо всем, которые поддерживают, мне присылают эти письма. Для меня это очень значит, знаете, я не герой. Поставить красный-белый флаг в Риге, я не рискую тем, что меня кто-то посадит в тюрьме, или будут какие-то другие санкции. Настоящий герой все-таки это оппозиция Беларуси, которая, рискуя своей жизнью, каждый день выходит на улицу с этим флагом. И это храбрость. И если вы нам показываете всему миру свою храбрость, я думаю, что это самое маленькое, что мы можем делать, хоть небольшой шаг в сторону храбрости тоже поступить. Для белорусов, сторонников перемен, вы стали героем. Ваша популярность зашкаливает. В фейсбуке звучат даже призывы назвать в честь вас после победы над режимом одну из каких-нибудь небольших улиц в Минске. Девушки пишут, называют вас новым секс-символом. Вот как вы все это воспринимаете? Как к такой популярности относитесь? Я бы никогда этот поступок не делал, не зная, что за меня стоят рижаны, люди, которые в вас верят, которые верят в наши идеалы, идеалы свободы, идеалы независимости. Так что не надо называть улицу моего имя, лучше вспомните Ригу и приезжайте к нам в гости, когда это будет возможно. Спасибо вам большое за этот разговор. Всего вам хорошего. Спасибо, живы белорусы.